Республики Донбасса и Киев обменяли удерживаемых лиц. В воскресенье на линии соприкосновения в Донбассе состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и Донецкой и Луганской народными республиками, ДНР и ЛНР. Обмен проводился по формуле всех установленных на всех установленных, хотя представители Киева в контактной группе пытались хитрить даже в этом, исключительно гуманитарном вопросе. Нездоровый и опасный фонд для обмена создавали и националистические группировки в Киеве, которые попытались помешать освобождению пяти бойцов Беркута, на которых новая украинская правосудие в течение пяти лет пыталась возложить вину за гибель так называемой «небесной сотни» во время переворота 2014 года. Помимо них из украинских тюрем вышли многие другие политические заключенные. В том числе 85-летний ученый-эколог из Харькова Мехти Лагунов, арестованный при президентстве Петра Порошенко по голословному обвинению в государственной измене, Лагунов выступал против строительства американского хранилища ядерных отходов. Примечание. РГ, и продолживший сидеть в тюрьме после прихода к власти Зеленского, нынешний обмен состоялся на КПП Майерск под Горловкой. Минус. Меркель и Макрон приветствовали обмен пленными на Донбассе. Как и во всех предыдущих обменах, стороны освобождали и принимали преимущественно граждан Украины, что лишний раз подчеркивало внутренний характер этого конфликта. Вероятно, с учетом этого давно известного факта, от участия в подготовке обмена был устранен украинский МИД, генеральный прокурор, другие чиновники и политики, своими комментариями и заявлениями мешавшие хрупкому процессу переговоров. В конце концов, новогодний обмен удерживаемыми лицами был политическим обязательством президента Украины Владимира Зеленского, и он, по-видимому, сделал все от него зависящие, чтобы его исполнить. Единственной явной попыткой сорвать обмен можно считать исходивший со стороны экс-президента Леонида Кучмы, представляющего официальный Киев в Минске, предложение об изменении формулы обмена не всех установленных на всех установленных договоренность, которая была достигнута на встрече в Париже, а всех осужденных на всех осужденных. Украинская хитрость в данном случае состояла в том, что далеко не все сепаратисты максимум треть от приблизительного списка уже отбывали приговор, а большинство же, как бойцы Беркунта или арестованные Одесситы и Мариупольцы, до сих пор находились под следствием в ожидании суда. Впрочем, давно замечено, что Кучма проводит на переговорах в Минске собственную линию, не всегда совпадающую с пожеланиями действующего президента. Да и жесткая оппозиция, занятая представителями республик, заставила официальный Киев отказаться от постыдного торга на глазах у посредников из России ОБСЕ. Украина согласилась передать республикам Донбасса 87 пленных. Но в этот список не входят люди, которые якобы отказались от обмена. После этого украинской стороне пришлось ускорить юридическую очистку удерживаемых лиц. Изменялась мера пересечения без отмены приговора, кому-то отбытые в изоляторе годы засчитывались в срок приговора с погашением задним числом, или попросту прекращалось уголовное расследование. Впрочем, почти каждый случай был уникален, и некоторые из тех, кому был предложен обмен, в итоге отказались от переезда на Украину или, наоборот, на территорию республик. Так, уже на КПП Майерск от обмена отказался один из удерживаемых украинской стороной, обычный житель контролируемых территорий, арестованный по доносу, после очистки не пожелавший покидать семью. Нашлись в первоначальном списке и те, кто отказался возвращаться на Украину, предпочтя остаться в Донецке и Луганске. Путин и Меркель обсудили Северный поток 2 и обмен пленными на Украине. В итоге республики передали украинской стороне 76 удерживаемых лиц преимущественно плененных украинских силовиков, выявленных членов диверсионных групп, и 124 человека приняли взамен. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова обратила в этой связи внимание, что только каждый пятый из удерживаемых Украиной лиц является жителем республик. 80% пленных, которых Украина должна передать, это люди, которые живут за линией разграничения. Это украинцы из Мариуполя, Красноармейска, Краматорска, Харькова, Одессы. И, к сожалению, это далеко не все, кто был похищен с территории республик, арестован по ложным обвинениям или пропал без вести за линией разграничения. На сегодняшний день только ДНР разыскивает на территории Украины еще по меньшей мере 160 человек. После обмена эта работа будет продолжена. Также остаются сомнения в том, что киевские спецслужбы прекратят практику пополнения обменного фонда путем ареста граждан России и Украины по обвинению в сепаратизме и прочих грехах перед националистическим государством, продолжающим заложенные при Порошенко человеконенавистнические традиции. О том, что они не меняются, свидетельствует внесение в списки сайта миротворец продолжающего работать, несмотря на обещанное закрытие всех пассажиров первого поезда, прошедшего по Крымскому мосту. Тем не менее глава Комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косячев высказался в том духе, что состоявшийся обмен дает надежду на реализацию минских соглашений в полном объеме, в первую очередь их политической части, где речь идет об амнистии, особым статусе и выборах. Действительно, важность события сложно переоценить. В последний раз обмен между республиками и Киевом состоялся два года назад, 27 декабря 2017 года. Тогда украинская сторона передала Донецку и Луганску 160 человек, а республики вернули на Украину 57 пленных украинских военных. После этого процесс переговоров о дальнейшем обмене был надолго заморожен. Между тем, немцы считают канцелера ФРГ Ангелы Меркеля президента России Владимира Путина теми политиками, которые способны решать мировые проблемы в следующем году. Минус. Пушков озвучил причину отказа Германии в военной помощи Украине. Выяснилось, что 22% жителей Германии полагают, что Меркель лучше всего способна противостоять глобальным внешнеполитическим вызовам. И это несмотря на то, что конец политической карьеры фрау-канцелера не за горами. Она уже и объявила, что не будет избираться на этот пост после парламентских выборов 2021 года. По некоторым же прогнозам, коалиция распадется еще раньше. Ее преемница во главе ХДС, министр обороны Аннегрет Крамп Каренбаур получила в этом опросе всего 3%. Примечательно, что 20% немцев надеются в разрешении мировых проблем на российского президента Владимира Путина. На третьем месте его французский коллега Эммануэль Макрон, 19%. От них отстает американский лидер Дональд Трамп. В его эффективность верит 16% граждан ФРГ. Напомним, что Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин участники Нормандской четверки, благодаря которой состоялся нынешний обмен удерживаемыми лицами между республиками Донбасса и Киевом. В мире экс-СССР Украина международные организации ОБСЕ обстановка на востоке Украины.